мы вернулись его родной город или живем там уже много лет и радуемся никогда не сожалею и причина потому что мы видим как людей меняется дух святого проговорил к моему сердцу ты будешь миссионером ты будешь проповедником евангелия друзья на три сложных вопроса нам отвечают очень интересные люди илья и джанет бонсеевы это люди которых бог призвал и создал эту семью эту пару можно сказать из разных концов земли для того чтобы выполнить свою миссию как это происходит как соединяются разные поколения как озвучивается осуществляется призыв свыше призыв от бога как это трансформирует жизни как боксы соединяет пары вы узнаете в этой программе и наш к вам вопрос первый расскажите пожалуйста о том как вашей жизни произошел переворот посвящение богу был ли вашей жизни такой яркий призыв яркое посвящение какие перемены это принесло с собой я вырос в советское время в обыкновенной христианской семье то есть семья была необыкновенная потому что это было в советское время с вашей точки зрения это было обыкновенно ваши родители были пятидесятники баптисты ли кто это были десятники мой папа уверовал когда ему было 30 лет мама с детства верующие и вот семья у нас была большая девять детей родители мои воспроизвели на свет но с детства мы ходили в церкви в церкви была подпольная собирались мы в разных районах городах всегда где-нибудь за и далеко от центра там где частный сектор и вот с детства я ходил в церковь мы были все музыканты в семье мы играли на скрипках папа отдал всех нас музыкальной школу и на празднике конечно мы своим семейным оркестром в церкви делали некоторые выступления и вот переломным моментом в моей жизни было такое событие возрасте девяти лет я пережил отвержение всего класса и всех своих друзей они узнали что я верующий и из-за этого меня отвергли и перестали со мной общаться произошло это так учительница сделала объявление в классе она сказал дети завтра 22 апреля вся страна будет праздновать день рождения владимира ильича ленина и мы у себя в классе тоже это отметим она сказала у нас есть в классе ученики которым предоставлена привилегия стать первыми из всего класса первыми пионерами и она стала называть фамилии учеников это были отличники я был один из них и когда каждый вставал она спрашивала каждого ты счастлив что ты вступаешь пионеры первые всего класса конечно все дети завидовали вот этим избранным когда назвала она мою фамилию я встал я сказал или а ты счастлив что ты вступаешь пионеры первые из всего класса я опустил голову и сказал нет наступила такая в гробовая тишина и ученик сказал дети я сейчас все объясню вам почему илья сказал нет он верующий его вся семья верующие они верят бога а мы все хорошо знаем что бога нет они просто отстали от жизни илья заблудился ему нужно помочь наш великий космонавт первый в мире космонавте юрий алексеевич гагарин летал в космос он бога там не видел его просто нет но мы должны все сообща помочь илье найти путь разобраться по жизни и так далее я стоял думал провалиться бы мне сквозь пол но в тот день я потерял всех своих друзей ученица попросил меня остаться после уроков она вызвала мама моего лучшего друга она была представлена родительского комитета она была членом коммунистической партии и я сначала не понимал почему ученица так разозлилась на меня и особенно меня потрясло вот отношения мама моего лучшего друга мы с ним были как говорится не разлей вода когда блинеца на уроке делали вместе мы бегали на улице вместе он был дома у меня я был дома его как братья и когда эта женщина узнала она начала кричать на меня и говорить ты больше не будешь у нас гостях как ты смел приходить к нам домой и не говорит что ты верующий ты больше не будешь другом моему сыну меня это так потрясло и даже заплакал не знаю чего она так на меня разозлилась ну в общем я потерял всех своих друзей меня хотели побить мои же сверстники после школы после уроков но вскоре моя семья переехала в другой район города появилась новая школа новые друзья я закрылся я не хотел больше чтобы меня еще раз также отвергли или как-то растоптали мне прям было очень больно и остался один потому что до этого весь класс были мои друзья вы были одним из лидеров класса скорее всего да я я был очень активно любящий молодой человек я в спорте был активный и вообще не и поэтому опери такое отвержение для ребенка в 9 лет она очень травмировала меня и вот с 9 лет до 14 лет я закрылся я не хотел чтобы кто-то знал что я верующий чтобы кто-то знал вообще о моей вере и я помню в 14 лет я читал библию и дух святой проговорил к моему сердцу через слова иисуса где он сказал что кто постыдится меня вроде сём прелюбодеянным и грешным того постыжусь и я пред отцом моим небесным и перед ангелами меня это так коснулось я знал это место писания но как-то она ничего не говорила мне а тут дух святой заговорил со мной и сказал что мне нужно сделать свой выбор пришло время я сделал этот выбор для меня это было слегка сложно 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 от того что я осознал что вот эти пять лет я остыдился христа это сознание того что я остыдился своего спасителя меня так сильно коснулась я помню начал плакать и молиться и просто это было такое бурное покаяние у меня и в момент моей молитвы дух святой проговорил к моему сердцу ты будешь миссионером ты будешь проповедником евангелия я никому ничего не сказал потому что я не знал что это значит как это будет я просто ожидал когда это осуществится и вот мне кажется у вас до сих пор глаза становятся влажными когда вы вспоминаете этот момент момент такое горячего обращения общения со своим творцом мальчика 14 лет новокузнецки советском союзе и я хотел сейчас попросить джанин поделиться вашей историей вы родились и выросли в другой стране расскажите о себе как там господь работает с людьми но я вересла в америке и я вересла моя мама была православная мой папа католик и я с детства веру что боги если вера что иисус ума на кресте что он воскрес третий день я ходила каждое воскресенье на православной церковь половина собрания было по-русски половина по-английски я с детства вера в боги но я ни разу не слышала что бог любит меня ни разу не слышал что я могу получить лично общение с богом и когда у меня было 16 лет началось очень много проблем и в моей жизни я сделала много ошибок много ошибки у моей жизни было и я не знала куда идти за помощь и как раз в это время я познакомилась с верящими друзей сверстниками да 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 и уже буду что началось изменить изменяться и первый раз они сказали меня джанет бог любит тебя и только он может помочь тебе а я первый раз слышал это я знала что мне нужна помощь и в это время даже если честно я даже не знала как молиться я знала очень наш я повторила это но я не знала как общаться и я даже первый раз начался молиться так бог помоги меня иисус помоги прости меня я неправильно поступила но прости меня и я видела как бог так отвечал моя молитва так изменение прошло в моей моей жизни и проблемы как я вижу как бог действовал и отвечал моя молитва и моя вера началась раз растеять и возрастать все больше да 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 и в это время а я не знала что самым что я не поняла что я боялась больше всего это смерть потому что я не знала куда идти я и не знаю куда я пойду или на небеса или в ад я наверно подумал наверно в аду потому что я много грешила и я не видела надежды и первый раз в жизни и я слышала как мы можем попасть на небеса я ни разу не знала и как же на них попасть это так просто даже ребенок может знать это принципе они объяснили от библии это что написано библии это не наше мнение это от библии написано больше всего надо делать просто два шага первый библии говорит что мы все грешники у каждого человека есть грехи и за наши грехи мы должны идти в ад не получить наказание для наши грехи но вот так любит нас и он не хотел чтобы никого не хотела поэтому он давай его сын иисус и когда иисус жил на земле он исцелил людей он помог людям на конце его жизнь он ума на кресте за каждого да и когда он умер он за на себе наши грехи и не только наши грехи наши наказание то наши грехи это наказание что мы должны получить в аду он все на себе забрал и что мы должны делать это принимать это как подарок от бога и я не поняла что это подарок наша вера только надо верить ту иисус умы на кресте для меня он мучился на кресте чтобы я не мучилась вот воду он принял на себе мое наказание и когда я первый раз слышал что я ничего не могу только принимать это подарок от бога через вера я хотела это я поняла что иисус у меня умы а я верила это это первый шаг что я сделала а второй написано библии что что мы должны делать это покаяться это не искренно это кадрами коврем не только прости меня за мои грехи и мы думаем я опять буду повторять это это когда мы говорим бог прости меня но измени меня я помоги меня не повторять это игры это грехи и я так молились диска блоками прости меня я грешила пост прости меня и измени меня и сейчас я сама не могу не грешить только ты можешь помочь и чисто такая изменение пришло моей жизни я не поняла этот момент но я потом поняла что душа твой пришел на жизнь и изменил меня и полностью внутри было изменение я выглядела одинаково и но например раньше я смогла грешили смогла обманывать и ничего страшного было опасно я покаялись и приняла это дар спасения что-то внутри я не хотела грешить я не хотела делать такие вещи больше и уже не смогла даже спасибо джанет вопрос номер два это вы сейчас семья не всегда это было так как вы нашли друг друга и как вы поняли что джанет это супруга будущее потому что в притчах сказано вот неизвестен вообще непонятен путь как находит путь к сердцу друг друга любящая пара расскажите пожалуйста илья и джанет историю вашей любви когда мои родители решили уехать из советского союза мне было 19 лет это был 1988 год до этого я слышал учение о том что молодой человек который хочет найти добродетельную жену должен об этом просить бога и вот услышав об этом я хотел чтобы у бог дал мне такую жену которая соответствует мне так сказано в библии когда бог сотворил еву прежде чем ее сотворить он провозгласил нехорошо быть человеку одному сотворим помощника соответственно ему и вот я примерно около трех лет проводя время с богом каждый день просил об этом и говорил господи когда придет время мне создавать семью приведи в мою жизнь ту которая мне соответствует и вот мы выехали из советского союза оказались в австрии в вене и там я встретился с жанет она оказалась на богослужении где я и мои братья мы выступали на скрипках мы делали небольшой несколько концерт как бы такой вот несколько выступление да когда узнали что вы музыканты все у нас было две скрипки виола вела анчель гитара и вот мы семья большая почему все музыканты мы выступили спели одну песню потом другую песню и вот одну песню которую мы пели оказалось в то время по всему миру очень известная джент была на богослужении она сидел на балконе просто слушая и смотря на то как проходит богослужение на русском языке потому что она мне потом рассказывала что когда она училась в университете у них была группа студентов которые собирались и молились загонимую церковь в советском союзе я вот думаю тогда уже бог в ее сердце работал и она хотела поехать в россию и вот я не знаю этого она тоже не знаю ничего в общем мы спели одну из песен которая очень сильно коснулась потому что она в америке слышал эта песня пелась в разных церквях и она подошла после богослужения просто сказать нам об этом я помню вижу идет девушка улыбается протягивает руку и что-то говорит нам по-английски я уловил high my name is Janet она говорила потому что школе я тоже учил вот эту фразу майнин и зелья обычные фразы я понял что она говорит как ее зовут и я сразу сказал как меня зовут и больше ничего не понимал нам пришлось пригласить переводчика эти переводчика она просто объяснила что наша песня коснулась но мы сказали очень хорошо вот так была первая наша встреча но оказалось что мы жили в австрии полгода прямо недалеко от того места где она служила в команде миссионеров и когда мы еще встретились и рассказали через переводчика опять же что мы едем в канаду но хотим пойти учиться библейскую школу и вернуться назад в россию уже комиссионеры это была моя мечта и она сказала миссионеры хотите библейскую школу так вам нужно знать английский и она предложила мне моим братьям уроки английского языка и вот моя история я женился на училице английского языка но как ты понял что это она был ли такой момент осознания конечно был через сколько после начала уроков начали изучать английский и каждое воскресенье мы выходили на улицу карт на страссе в вене это что-то вроде московского арбата где люди это играет на инструменте кто-то рисует кто-то стихи рассказывает и вот в вене есть такая улица тоже и вот мы брали скрипки гитару и пели там на русском языке разные песни христианские это конечно привлекало внимание сразу и когда люди собирались мы им раздавали разные брошюры на разных языках потому что вене такой интернациональный город там можно найти очень много 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 людей из разных стран то есть много стран представлены там и вот мы проводили в организационные такие вот вечера нам очень нравилось и вот однажды в молитве а я молился каждый день о том что бог привел мою жизнь ту которая мне соответствует я помню тот день я уходил просто в поле и проводил то время в молитве я брал библию и молился и вот я молюсь и говорю господи приведи в мою жизнь ту которая мне соответствует с которой я могу служить тебе и потом я добавил господи может быть такую как дженет я услышала как дух святой мне говорит а почему такую как дженет почему не она я испугался у меня мурашки пошли по коже господи как так оказывается что я также малились соответственно что были соответственная пара нет я просто молилась я так началась понимать что я так любила или и все что он сидел меня так понравилось это постепенное чувство появилось сразу меня никогда не придумал сразу что мы будем бары когда она подошла к нам после богослужения но и не думал о том что на кто-то из этих парней будет ее мужа потому что все четыре братья все почти одинаково выглядели кто из кто данная но потом пока стали общаться до во время уроков занятий да я поняла что больше всего или я хотел вернуться в россии и его мечта его видение как-то очень сильно стала отзываться в сердце правильно я больше даже та мечта которой он жил вот его внутренний вот этот человек чем снаружи да вот какие-то качества то есть вот этот призыв который был на его жизни он больше всего захватывал вас да то то я начала смолиться так бог я так хочу молиться я так хочу жениться ходить замуж с кем-то как или сколько месяцев все-таки примерно это было после вас полгода мы были в австрии и где-то примерно среди середине до месяца через три месяца месяца через три она я так любила я на потому что все которые переехали в канаду или на америку все хотели только интересы они интересуялись на материал на вещи как мы можем найти работа как мы можем купить машина но он хотел служить людям служить богу людям да поэтому я не чувствую одинаковое желание в жизни если мы жили для материальной вещи мы смогли жить в канаде или в америке но мы искренне хотим служить нужно поэтому мы вернулись его родной город или живем там уже много лет и радуемся никогда не сожалею и причина потому что мы видим как люди меняется и ничего не сделаем мы не можем менять никого это бог когда мы начали говорить друг другу об этом мы говорю очень осторожно чтобы не испугать но она сказала мне что я готова выйти за тебя замуж если только это на самом деле хочешь вернуться в россию и жить там скажи мне сразу если ты думаешь просто ездить в краткосрочные поездки как обычно сегодня большинство церквей большинство верующих на западе они участвуют в миссионерской деятельности по всему миру вот есть такой счет краткосрочные миссионерские поездки это очень популярная такая тема и она сказала скажи если ты так хочешь быть миссионером тогда мы наверно расстанемся потому что она ведь я хочу жить в россии и где вот я тоже хочу вернуться и жить там среди тех людей которых я хорошо знаю я знаю культуру я знаю язык и я хочу помочь многим людям обрести спасение и вот так вот мы согласились что я люблю русские лета я искренне я чувствую призвание от бога это любви от бога он давал меня искренне жертвы и сколько я могу я думаю что это любовь безусловно свидетельствует людям и они видят именно бескорыстную любовь христа через вас и это тоже является частью залога вашего успешного служения когда россия открылась советский союз открылся для проповеди евангелия сюда ехали разные миссии и мы слышали о том что москва санкт-петербург украина там киев многие миссионеры поехали вот в крупные региональные центры города города россии на некоторые доезжали до уральских гор и вот в основе европейская часть россии многие миссионеры осели там никто не ехал в сибирь и вот я помню тот день до этого мы молились и как будто как будто бы бог молчал мы немножечко даже было слегка странно для меня почему бог ничего не говорит мне на вопрос куда нам ехать но как только я получил паспорт удивительная проводил время опять в молитве это было уже 92 год где-то июнь месяц и я помню я гулял по парковке одной из гостиниц мы женой проезжали через все через соединенные штаты с востока на запад посещая русскоговорящие церкви я был в качестве переводчика с одним пастором и вот прямо посреди соединенных штатов я вышел на улицу утром был солнечный день джанет попросила меня с ребенком выйти потому что всю ночь ребенок не спал и она не спала с ним а я спал она его ну в общем держала чтобы чтобы они оба вы оба поспали и папа и ребенок вот ребенок не спал она его укачивала давая мне поспать и утром я встал чтобы она поспала я вышел на улицу и хожу с ребенком он моментально уснул на на свежем воздухе я просто в такой вот корзиночке которая постегивается в машине с ним хожу прогуливаюсь и молюсь и вдруг мне дух святой говорит на вопрос господи куда нам ехать скажи пожалуйста я слышу как дух святой говорит мне ты сам выбери город а я благословлю тебя потому что из вместо из библии сразу пришел на разум жатва много отделателей мало я тут же говорю господи я хочу в новый кузнецк в мой родной город там где вырос там очень мало церквей там очень много жатвы и очень мало делать очень мало церквей церковь в которой я вырос была небольшая помню до 1 церковь верующих пятидесятников две церкви христиан баптистов и вот как только дженна проснулась я и сказал об этом она поехали в новокузнецк и вот мы и до сих пор только мне из вернулись оттуда с запада не получив образование какой-то поддержку миссионеров наверное мы одни там были еще миссионеры областном центре в кемеров городе кемерово но они через некоторое время уехали а мы остались вот мы уже там 26 лет у нас дети родились у нас в америке в канаде выросли в россии да и тогда не родились мой муж только с ними по-русски говоря а я только по-английски говорила поэтому они хорошо знают два языка но они все хотят вернуться в россии служить и помочь людям там самое важное для супругов это иметь единство в призвании своем потому что мы слышали несколько таких печальных историй например одна из них одна молодая девушка подошла ко мне и сказала пастор я с детства от бога получила призыв на миссионерство я спросил что случилось потом а потом я вышла замуж и она говорит мой муж не хочет никуда ехать она со слезами рассказывала мне об этом и другие истории когда молодой человек явно был призван на миссионерство но опять женился на девушке которая не имела этого не имеет этого призвания и его сердце постоянная печаль и вот мы учим так свои детей чтобы брак был счастливый нужно чтобы они соответствовали друг другу чтобы это соответствие было нужно доверять богу что он приведет в нужное время в нужном месте вы встретитесь вот так вот мы учим молодежи те которые следуют этому и молятся также увидим как бог соединяет судьбы человеческие потому что самым необычным образом борода как и вас совершенно верно и мы видим это себе у нас в церкви и нас то очень радует те которые доверяют богу у них у каждого свое свидетельство спасибо джанет мы услышали третья часть вот действительно уже ответ на вопрос как войти в призвание призвание в постоянном обращении общение к богу с богом умение слышать голос духа святого у меня к вам один вопрос вы просто слышали голос духа святого или все-таки у вас были как внутреннее такое видение понимание что россия ваша новая родина вашего места призвания вместо вашей жизни юной девушкой совсем полу иметь вот эта решимость ехать неустроенность в такой очень тяжелый быт чего очень часто действительно боятся многие миссионеры западных стран как уж чем это для вас было но когда я вересла когда я пришла к господу 16 лет когда мне было 16 лет я я всегда видела как много верящих уже были где я жила я спросил господь я хочу поехать где мало верящей иногда советский союз этот период было очень мало верящей и у меня было бремя приехать советский союз и никаких мыслей о том что будет тяжело не не остановлю я знала что будет тяжело привыкать начало потому что мы приехали во время перестройка я ничего не говорила по-русски у нас не было ничего в магазине и продуктов не было да и по талонам перестройка уже закончилась и все разрушилась а новая еще не построилась я приехала с ребенком и памперса не было ничего не было в магазине сотового телефона я была компьютере не было в это время но немного молились и когда мы виды как их люди как их жизни изменились и как они приняли пока и какие они радовались это было достойно это стоит спасибо большое за это свидетельство потрясающей жизни наши зрители могут увидеть наверное вот на есть видео увидит то на что похоже ваше служение сейчас как это выглядит и я уверена что бог еще будет умножать плоды вашего труда и вашего служения спасибо большое спасибо спасибо